Приветствую вас, Светлана. Сразу хотел бы сказать, что очень здорово, что вы решили разобраться, вот, собственно, с проблемой своей. Вот, очень здорово, что вы решили, значит, понять, что происходит, вы большая молодая. Значит, если разбирать вашу ситуацию вот так вот в общем, да, то я бы разделил вот то, что происходит с вами, на две части. Первая часть, она такая, больше, ну, давайте назовем ее когнитивной, назовем ее такой социальной, свободной или более изъявительной, если угодно вам будет такая формулировка. Что это значит? Это значит, что у вас на протяжении своего становления, на протяжении своего развития, процессе вашего развития, сформировалась некая точка зрения относительно того, как должен мужчина относиться, ну, допустим, к вам. Как он должен себя вести, как он должен вас воспринимать, что он должен делать, да, и так далее. То есть вы, имея возможность платить, например, за себя, имея возможность, значит, самостоятельно себя обеспечивать, да, вы хотите, все равно хотите того, чтобы мужчина как-то, ну, в большей степени проявлял свою любовь, да, свою заботу поступками своими. То есть, грубо говоря, вы делаете для себя свой собственный сознательный выбор в пользу человека, который ведет себя определенным образом по отношению к вам. Определенным образом ведет себя человек по отношению к вам так, как вы считаете для себя приемлемым. То есть, как вы, наверное, уже поняли, ну, я надеюсь, что вы поняли, исходя из того, что я сказал, это вопрос приемлемости поведения. И если мы говорим о вопросе приемлемости поведения, то здесь расклад простой на самом деле. То есть, мужчина ведет себя не так, как вы хотите, мужчина ведет себя не так, как вам нравится, мужчина ведет себя не так, как вы считаете для себя приемлемым, соответственно, вам этот мужчина не подходит. Но, если при этом вы человека все-таки любите, если вы человека все-таки уважаете, если вы человеком все-таки дорожите, если у вас есть к нему определенные чувства, да, то вам нужно его принять. То есть, вот, любовь, это именно, когда есть принятие. То есть, когда вы принимаете кого-либо, да, таким, какой он есть, вне зависимости от того, как этот человек себя ведет и как он к вам относится. Если вы, еще раз повторю, если вы его любите, здесь, конечно, встает вопрос любви в целом, да, то есть, что такое любовь, как вы воспринимаете любовь, как вы понимаете любовь, что для вас значит любовь и так далее. Может быть, вы вообще его и не любите, а в действительности думаете, что любите, но об этом чуть позже, чуть позже я скажу. Вот. То есть, первый аспект, первый аспект, это аспект именно приемлемости того, как ведет себя с вами ваш молодой человек. Если для вас неприемлемо то, как он себя ведет, если вы считаете, что то, как он ведет себя с вами, это неправильно, и вы этого не заслуживаете, то, соответственно, здесь никакой несправедливости нет. Потому что, ну, если человек воспринимает вас вот так вот, как он вас воспринимает, да, то я полагаю, что менять его и надеяться, что он будет как-то по-другому себя вести, ну, по меньшей мере деструктивно, по большей части это вредит вам и может превратить вашу жизнь, собственно говоря, в полнейший ад, потому что вы будете стараться человека переделать, а это на самом деле не является чем-то, опять же, конструктивным и правильным. Ну, с точки зрения, с точки зрения, вот, обустройства отношений, да, то есть отношения, где люди пытаются друг друга переделать, это отношения невротичные, это отношения деструктивные, это отношения, в которых, по сути дела, никто не свободен. Вот. Ну, я имею в виду, никто не свободен в своем собственном выборе, в своих собственных желаниях и в своем собственном поведении. Вот. На мой взгляд, это обязательно нужно учитывать. То есть, это такой компонент чисто свободной воли. То есть, вы этого человека выбрали, вы, значит, захотели быть с ним, вы хотите для него что-то делать, я так полагаю, да, ну, вот, давайте возьмем это за основу. Вот. Вот. И, соответственно, вам нужно его принять. По-другому, к сожалению, невозможно. Вот. Если вы его не принимаете, если вы, как бы, говорите себе, что для меня это неприемлемо, то, что он делает, ну, в таком случае, вам нужно его оставить, и не требовать от всего того, что он вам дать не может. Хотя бы потому что, хотя бы потому что, вполне возможно такая история, вполне возможно такая история, что человек дарит святые и ухаживает за другими женщинами так, как он ухаживает, но при этом относится он к ним без должной степени уважения, может быть, или без должной степени воспринять всерьез. Я понимаю, что это условность, я понимаю, что, может быть, это совсем и не так на самом деле. Я понимаю, что, может быть, это не то, что есть на самом деле, но это вполне возможно. Вот. То есть этот факт сбрасывать со счетов нельзя. Вот. Это первый момент, который я хотел вам донести. То есть в этом моменте нет, понятное дело, никакой вообще несправедливости. Или справедливости есть просто вопрос вашего выбора. Вот. И, к сожалению, к сожалению, мне думается, что этот первый аспект, он хоть и является достаточно простым, по моему мнению, в понимании, он является достаточно простым, по моему мнению, в освоении и реализации, да, ну, вам относительно легко будет это понять и принять. Если вы являетесь, конечно, свободны, если вы являетесь свободны в своем поведении, скажем так. Вот. Тем не менее, мне кажется, что это не ваш случай, потому что по вашему тексту я заметил признаки немножко друг у других более таких, ну, более глубоких, на мой взгляд, проблем, которые могут иметь место быть. Итак, начнем. Очевидно, что у вас есть с молодым человеком какие-то проблемы и сложности, да? Вы говорите, что с молодым человеком встречались вот уже четыре с половиной года, к сожалению, в прошлом году у нас случился разлад, и мы разошлись с парнем на три месяца. Ну вот здесь вы поставили запятую, хотя уместно было бы поставить здесь точку, потому что это очень важный момент. И об этом вы ничего больше не пишете, кстати говоря, об этом вы ничего больше не говорите и не поясняете. Если случился расслаб между вами, значит, есть какие-то проблемы, если случился расслаб между вами. И проблемы, это всегда конфликты, я думаю, не нужно это объяснять, да? Что это всегда какие-то разногласия, это всегда какая-то неудовлетворенность в чем-либо и так далее. Вот. И очень важно понять для начала, решили ли вы свой конфликт? Было ли принято вами решение по конфликту, было ли принято вами решение по той проблеме, в которой у вас имело место быть. Потому что если нет, если решения в результате вашего примирения не было, если проблемы не были решены, которые вот у вас имелись, то ваше примирение не имеет никакого смысла, ибо только вопрос времени, когда вы опять вновь, значит, ну, будете испытывать трудности, и это лишь вопрос времени, когда вы будете вновь сталкиваться с какими-то сложностями, препятствиями и так далее. То есть, понятно, да, первый момент, это момент того, решили ли вы те проблемы, которые между вами изначально были. Если нет, то, соответственно, почему? Если, значит, нет, то какие это были проблемы, с чем эти проблемы связаны и так далее. Это на самом деле очень важный момент, потому что от этого зависит ни много ни мало ваше будущее. Ваших отношений в принципе. Это первое. Проблема. Соответственно, вам будет задан еще и такой вопрос. Почему вы ничего не написали по факту этих самых проблем? То есть, из-за чего вы разошлись, из-за чего между вами произошел разлад и так далее. Но ведь произошел же он из-за чего-то. Что-то же случилось. И вы, как будто бы, предпочитаете на этом, ну, не знаю, не дождать внимания или что-то типа того. Вот. Дальше. Так как вы пишете, я и он думали, что никогда не сойдемся, начались контакты с противоположним полом. Ну, это, в принципе, нормально. Да, это естественно. Естественно и вполне логично. Компания у нас одна на двоих и ворона на хвосте часто приносила мне веточки, как он ухаживает за другими дамами. Здесь, если честно, я не очень понял, что значит у вас компания одна на двоих. То есть, можно ли сказать или можно ли считать, что вы работаете как индивидуальный предприниматель? Или можно ли сказать и считать, что вы работаете просто вместе на одной работе? Тогда возникает соответствующий вопрос, а почему вы, как бы это так выразить, почему вы вместе работаете? Зачем или для чего вы решили вместе работать? То есть, какая необходимость в том, чтобы вам, ну вот, собственно, вместе работать? Понимаете ли вы все негативные такие аспекты того, что вы вместе работаете? Я не думаю, что вы коллеги, то есть, я не думаю, что вы начали встречаться как коллеги, потому что, ну, в силу возраста. Значит, там были какие-то аспекты, которые постимулировали вас к тому, чтобы вы начали работать вместе. Это первый момент. Второй момент. Вы говорите, что ворона на хвосте приносила мне весточки о том, как он ухаживал за другими дамами. Тоже не совсем понятно. Непонятно следующее. Вы пишете ранее, что начались контакты с противоположным полом. Ну, это естественно и нормально. Об этом, в принципе, я уже сказал. Да, об этом я сказал, что контакты нормально. Контакты были у вас и у него, у обоих были контакты. Но, по какой-то причине, если я правильно вас понял, именно вы, как бы это сказать, именно вы воспринимали болезненно то, как он ухаживал за другими женщинами. То есть, то, что у вас были контакты с противоположным полом, с мужчинами в этот момент, вы как-то, ну, игнорируете или принижаете или опускаете это. И вот здесь, конечно, тоже момент, на котором нужно заострить внимание. Потому что подобное можно назвать, в общем и целом, двойными стандартами. И мне бы не хотелось, чтобы у вас было такое восприятие реальности. То есть, не только вы действовали так, но и мужчина. Мужчина тоже, то есть, наоборот, не только мужчина, но и вы действовали так, вы. Так же, как и мужчина, значит, там, с кем-то встречались, с кем-то взаимодействовали и так далее. Да, только по-своему. Это правда, по-своему. Но встречались. Понимаете, какая история? И то, что вам ворона на хвосте приносила весточки об этом, говорит о том, что вы, возможно, я не говорю, что это обязательно так, но возможно, возможно, вы, возможно, мужчину не отпустили до конца. То есть, либо вас к нему были чувства, либо это было какое-то, может быть, вынужденное, значит, ну, вынужденное расставание. Вот, не знаю, не знаю, но, тем не менее, тем не менее, здесь явно было что-то такое, что вы были в большей степени вовлечены в отношения и в то, что делал ваш молодой человек. Вот с этим нужно разобраться, каков был, каков был уровень вашего вовлечения в то, что делал молодой человек вперед, когда вы расстались с ним. Как вы восприняли расставание, какие у вас, может быть, были чувства, ну, вот, на этой почве, что вы чувствовали, что вы думали и так далее. Вот. И, соответственно, соответственно, исходя из этого, уже можно будет делать выводы и, значит, ну, дальше проводить коррекцию. То есть, если вы болезненно следили за ним, то это означает, что вы его не отпустили, это означает, что расставание было с каждой стороны вынужденным, а это, в свою очередь, означает некие ожидания, обиды, фрустрацию, о которых вы говорите немножко, немножко дальше. Дальше. Он каждый день был готов чаться в другой конец Москвы, дарил чуть ли не каждый день подарки, цветы, пел песни под гитару «Я не верил на своем ушах». Вот здесь тоже важный момент. Чему именно вы не верили? Тому, что мужчина может вести себя женщиной так или тому, что это не было обращено на вас? Если это не было обращено на вас, то как вы сами это восприняли? То есть, важно понимать, важно понимать, что мужчина, в принципе, может взаимодействовать с другими женщинами так, как он хочет. Я полагаю, что вы с этим согласитесь. Мужчина может взаимодействовать с другими женщинами так, как он хочет. Важно то, почему вас это задело. Чем это вас задело? Если, например, он не делал этого для вас, то что вы делали, в свою очередь, для того, чтобы он это делал для вас? Может быть, все дело в том, как вы себя поставили с ним? Все дело в том, как он воспринимает вас? Все дело в том, как вы ведете себя с ним? Может быть, в этом все дело? Тогда стоит обратить внимание именно на данный аспект, а не на то, о чем вы пишете, к сожалению, далее. Потому что далее вы пишете о своих обидах и о том, что вам обидно и так далее, и так далее, и так далее. Обида здесь, как и ваше выражение по поводу несправедливости, это такой элемент детского мышления. То есть несправедливость, как бы это сказать, обиженность, обвинение другого человека, это все детская позиция. Это не желание брать ответственность на себя за то, что, собственно говоря, происходит. Это не желание брать ответственность на себя за свои потребности. То есть если у вас есть потребность в том, чтобы мужчина ухаживала с вами так, то а, нужно понять, какие, собственно, потребности лежат в основе этого. Б. Нужно, чтобы вы, значит, имели для себя четкую когнитивную карту того, как вы будете добиваться того, чтобы мужчина реально относился к вам так, как вы хотите. Потому что, если вы ничего для этого не делали, например, если вы принимали его отношение такое, но при этом хотели, чтобы он относился к вам так, то здесь мы наблюдаем явный элемент созависимых отношений, который, собственно, и ведет к тому, о чем вы говорите. А говорите вы об обидах. Ну а обиды, в свою очередь, естественно, мешают нормально взаимодействовать в паре и мешают воспринимать человека таким, как он есть. Не говоря уже о любви, да, не говоря уже о том, что вы не можете выражать свои чувства молодому человеку адекватно. Дальше, вы пишите, значит, так, я не верила своим мужчинам, вскоре мы сошлись, и после он все подтвердил. Сошлись, Светлана. Вот опять, причины, по которым вы сошлись, каковы, вообще-то? Если мужчина ухаживал за другими женщинами, если у вас, как я понял, были другие, ну, партнеры, ну, не обязательно близкие, не обязательно интимные, но просто были другие мужчины. Вот. Как вы сошлись? По какой причине вы сошлись? О чем вы думали, когда сходили? Чего вы ожидали от того, что сходите? Был ли, был ли между вами разговор какой-то, ну, да, вот, примирение там, объяснение, выяснение отношений, какой-то поиск компромисса, может быть, или что-то еще? Вы же об этом ничего не пишете, опять-таки, вы просто сошлись, и все, непонятно. Далее, вы пишете, он обрубился, но меня это не касается, и он прав, он прав. Вот именно со своей точки зрения мужчина прав, вас это не касается. Почему? Потому что это его отношения с другими женщинами, которые у него были, пока вы не были вместе. Правильно ли это? Да. То-то вам обидно, правильно? Да. Потому что обида здесь сигнализирует о том, что вы неудовлетворены. В чем неудовлетворены? Скорее всего, в ощущении собственной значимости, в ощущении собственной ценности, скорее всего, в своей самооценке, скорее всего, в своем восприятии себя. То есть, вам для того, чтобы чувствовать себя лучше, нужно, чтобы мужчина относился к вам именно так. Возникает вопрос. Насколько чистая ваша любовь? Потому что чистая любовь – это полная ориентация на другого человека. У вас есть, помимо этого, я не знаю, кстати, насколько вы ориентированы на другого человека, у вас есть ориентация на себя через другого человека, что является невротическими отношениями. То есть, элемент невротических отношений у вас присутствует. И связан он с вашими потребностями, которые вы сами не удовлетворяете. Мне очень обидно. И Горько от всего за мной он никогда так не ухаживал. Ну, об этом я говорил. Да? Кроме того, что обида – это ожидание. Чего вы ожидали от мужчины? Можно ли было от него этого ожидать? И что вы делали для того, чтобы он так поступал? Я не знаю, как поступить. Ну, я полагаю, что поступить вы можете следующим образом. Для начала разобрать обстоятельства того, как вы расстались и как вы сошлись. И как вы изначально начали встречаться. Это вот тоже такой довольно важный момент, потому что он остается в общем и целом в стране. И исходя уже из этого, исходя уже из обстоятельств того, что вы увидите в процессе разбора этих обстоятельств, уже можно будет думать о том, как вам себя вести. То есть, если не было никаких, скажем так, принято решений, да, по вашей истории, по вашим ситуациям, по вашим отношениям, если не было принято каких-либо решений, если не были найдены какие-либо компромиссы между вами, то, собственно говоря, это и нужно сделать в первую очередь. То есть, в первую очередь нужно, чтобы вы на это, именно на это и заострили, на этом заострили свое внимание. На формировании своей позиции. Дальше, дальше вы на него жалуетесь, да, то, что он вам не дарил, не, там, не подарял вас, ну, то есть, кроме день рождения, да. Вот вы пишите, я люблю этого человека, но мне очень обидно, что я никогда не получал за время нашего общения столько внимания и ухаживания от него, сколько получила другая девочка за три месяца общения с ним. Что это, что здесь имеет место быть? Здесь имеет место быть сравнение, первое, да, сравнение, вы сравниваете себя с другой девочкой, а это определенный тип мышления, это игнорирование своей ценности, это игнорирование своей собственной индивидуальности, то, что вот вы делаете. Ну, и это, скорее всего, идет из детства. То есть, в вашей семье, вероятнее всего, было принято, вот, сравнивать с другими людьми, это первое. Второе, обидно, то есть, ожидание, да, ожидание, опять же. Если есть ожидание, значит, есть и элемент перекладывания ответственности, то есть, элемент позиции жертвы. Жертвенность есть у вас. И, простите, но с ней, с жертвенностью нужно работать. Потому что вы сейчас, я не знаю, насколько социально, но психологически, вы сейчас для своего мужчины то жертва, то преследователь. По треугольнику Карпмана, вот, вы можете об этом сами почитать в интернете. Там это есть, ну, информация об этом есть, и я полагаю, что вы ее, в принципе, можете найти, если захотите, если вам это интересно. Вот. Любите-то вы его как? Любовь-то проявляется как ваше по отношению к нему? Понимаете, какая история? Я не то чтобы считаю, что вы его не любите. Я не то чтобы считаю, что вы его не любите. Вы его, может быть, и любите. Я говорю вам о другом немножко о том, как вы воспринимаете его и себя в отношениях. И вот это уже принципиально другой момент. Понимаете? Я везде плачу за себя сама, за нее платил и все в таком духе. Но это опять сравнение, это опять принижение себя, да, опять жалоба. Как себя вести правильно? Значит, ну, вести себя правильно нужно в зависимости от того, какие у вас отношения. То есть, если вы уже сошлись и вы уже как бы приняли то, что он вам, например, ну, вы уже его приняли, то, к сожалению, вариантов для поведения у вас не так уж и много. Если вы доверительно общаетесь друг с другом, то можно, в принципе, было бы высказать свои пожелания какие-то относительно того, чего вы хотите. Ну, опять же, что значит пожелание, да? Что значит пожелание? Пожелание, это означает, что вы будете вести себя с мужчиной как бы более отстраненно, как бы более холодно. И говорите о том, что вы не чувствуете, например, себя с ним женщиной. Вот. Ну, а у меня появилось такое ощущение, что мужчина, вот, судя по вашим словам, да, вот он говорит, что он с вами и радуетесь. Это говорит о том, что вас он обесценивает. Вот. Он вас обесценивает и возникает вопрос в том, так, а насколько здоровое ваше чувство к нему? И что вы получаете в результате этого чувства? То есть, насколько вы свободны с ним? Я так полагаю, что тот факт, что вы не раскрываете обстоятельства расставания и примирения, ну, в общем-то, косвенно намекает на то, что вы, может быть, не совсем свободны от него. Вы пишите грустно. От чего? От чего грустно? Грусть, как и любое чувство, это сигнал. Если вы игнорируете сигнал и ничего не делаете для того, чтобы принять его во внимание, этот сигнал, то вы и так будете всегда в позиции жертвы и несправедливого отношения. Это ваша ответственность сделать так, и чтобы люди, которые вас окружали, как бы, относились к вам достойно. Если ваш любимый человек, то есть человек, которого вы сделали самым близким к себе, относится к вам вот так, то это возникает вопрос, а насколько вы любите сами себя тогда? Вы пишите, я симпатичная девочка, у меня действительно много поклонников, действительно много, что я не очень понял смысл слова «действительно» здесь. Габриэль бы носили меня на руках, но я влюбилась, не знаю, что делать. Ну, я бы поработал над тем, что стоит за вашей влюблённостью. Потому что влюбились вы в мужчину, который вас обесценивает. Какие у вас отношения с отцом, Светлану? Какой образ поведения матери? Какая модель поведения матери? И вообще женская модель какая? Вот я бы начал с этого. И там же можно будет что-то корректировать, там же можно будет что-то менять. Ну вот, понимаете? То есть вы не задаёте вопрос, кроме того, как вести себя правильно. Ага, правильного, правильного поведения нет. Потому что правильно – это оценка. Это оценочное осуждение на самом деле. Правильно вести себя так, как вы хотите себя вести. Так как вам хочется. Но правильно вести себя так, чтобы от этого не было ни вреда, ни другому человеку, ни вам. А вам вред есть. У нас здесь уже отношения какие-то, ну, не свободные. Ну вот. Так что я думаю, что от молодого человека вам сейчас нужно немножко отстраниться. Вот. И как следит поработать с психологом для понимания того, что вообще происходит. Вот. Ага. Может быть. Может быть. Процесс работы выяснится, что вам этот человек и не нужен. И вы наконец-таки обратите внимание на тех, кто действительно готов вас носить на руках и так далее. Но это уже, как вы понимаете, дело вашего выбора. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.